Дорогие друзья, я сегодня буду говорить о сердце. Конечно, не о том сердце, которое очень важную роль играет в нашей физической жизни. И я думаю, что стоит только где-то что-то кольнуть, мы сразу чувствуем, мы понимаем опасность. Мы видим, что что-то надо предпринимать, либо таблеточку, либо капельки накапать. Почему? Мы боимся. Не дай Бог, сердце остановится. И мы понимаем, потому что если остановилось сердце, наша жизнь ушла. Но, дорогие друзья, я, конечно, буду говорить о неком состоянии, которое часто Библия или и сам Господь называет как сердце. Вот помню лет, может быть, 15 назад, когда мы, может быть, немножко больше, находясь в библейском колледже, мы рассуждали о том, что исходит из сердца. И я удивлялся, рассуждая, я удивлялся, думаю, ну как из сердца исходит? Наверное, надо как-то вглубь. Поэтому, когда мы рассуждали вопрос, из сердца исходит, мне вдруг такая мысль пришла. Думаю, ну как из сердца исходит? Ведь сердце – это, в общем-то, мышца, которая бесперестанно работает, качает, дает нам жизнь. И когда я подошел в то время к Катякову, говорю, Николай Иванович, ну как из сердца исходит? Вообще-то это был замечательный, он и есть учитель. И он говорит, я тебе ничего не скажу. Как написано, из сердца исходит. Было бы написано, от мозгов исходит, так от мозгов. Но написано, из сердца исходит. Помните, там целый комплект очень плохих вещей, грехов. И Библия говорит конкретно, из сердца исходит. Поэтому, естественно, тогда, когда Христос проповедовал в своей Нагорной проповеди, помните, один из замечательных такой стих блаженств, где он напоминает и говорит, «Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят». Поэтому сегодня буду касаться только вопроса чистоты сердца. Почему? Потому что, наверное, много разных таких вещей сконцентрировано в сердце. Но почему-то Богу очень важно видеть чистоту нашего сердца. Чистоту. Это не о тех шлаках, это не о тех тромбах, которые, может, случаются в физическом. Это гораздо серьезней. Почему? Потому что чистота сердца, от чистоты сердца зависит, то будем ли мы вообще видеть того, к которому мы рвемся, стремимся, верим, надеемся, уповаем, и имя которого наш Господь. Поэтому Христос отметил очень важную мысль. Он сказал, «Блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят». Вы знаете, кроме того, что все-таки мы часто обращаемся или апеллируем к нашему сердцу. Вот не так давно я беседовал с одной девушкой, и она как бы корит себя и говорит, говорит, «Я чуть было не сделала ошибку в жизни. Я была обманута, и мне пришлось одной рожать ребенка, и настолько было состояние некуда привести, и как с ним дальше быть, вообще никакого представления. И она решила в то время отказаться от него. Она так размыслила в себе, у меня нет никаких возможностей. Но как-то сердце сжалось, и она вот не обращала на это внимания. Ей казалось, что она правильно мыслит. И однажды подошла, говорит, такая старая нянечка, и говорит, «Слушай, ты, говорит, сейчас не слушай мысли свои, ты послушай своё сердце». И говорит, «В тот момент я так, как будто что-то открылось, как будто что-то произошло внутри. я, говорит, расплакалась, и решение было другим». И вот она говорит, «Я, говорит, не жалею, что у меня родился этот ребенок, и хотя я воспитываю и одна, но я благодарю Бога, что когда-то нашелся человек, который не апеллировал к мыслям, апеллировал к сердцу, и я сердцем это приняло». Знаете, иногда мы, когда желаем удостовериться в том, что как бы всё правильно в жизни, всё искренно идёт, мы ведь тоже не апеллируем, обращаясь к своему собеседнику, мы не говорим ему, «Слушай, вот скажи чистыми мыслями», но мы говорим, «Ты скажи, ты от чистого сердца говоришь или нет?» Дорогие друзья, вы знаете, если бы даже, я думаю, что если бы даже в Библии не было, есть то внутреннее, которое всегда подсказывает, что есть разум, а есть то, что переживает, болит, то, что нас делает совершенно другими, отличными от всего живого – это сердце. Вы знаете, у животных тоже есть сердце, но оно ни о чём не болит, наверное, оно ни о чём не тревожится. Почему? Потому что, когда мы говорим о сердце, мы говорим о том, что внутри человека есть дух, и это есть личность человека. Когда мы говорим о совести, где? Найдите её, потрогайте её. Вы найдёте её в разуме? Нет. Разум всегда, он холоден. Разум всегда вам преподносит как бы мысли, которые могут где-то вас оправдать, где-то вас, как бы, может быть, поставить в более выгодное положение, ситуации. Но апеллируйте к вашей совести, и вы не ошибётесь. Почему? Потому что совесть всегда подскажет вам и скажет одно – не делай – это грех. Не поступай так. Почему? Потому что ты сделаешь ошибку. И мы, когда поступаем против совести, мы потом мучаемся. Вот почему? Мы приходим на исповедание, приходим на покаяние. Почему? Потому что не мысли нас влекут это сделать, не гонят нас мысли, но что-то внутреннее нам подсказывает. Освобождение нужно нам. А где это освобождение? Опять же, не в мыслях. Вы знаете, когда мы это сделали, когда мы приносим покаяние, или, может быть, исповедовались пред Богом, мы вдруг чувствуем облегчение. Где? Здесь? Нет. Мы чувствуем, разум холоден, но где-то там внутри мы почувствовали, как будто камень, и мы говорим, камень из сердца ушёл. Как это непросто, да? Поэтому я задеваю сегодня как бы тот аспект, который очень важен и который очень необычен для нас. Очень необычен для нас. Вы знаете, когда пришло время, и Господь увидел растление этой земли, и увидел, и написано так, характеристика в то время человечества звучала очень лаконично. Мысли и помыслы, сердце их были зло во всякое время. Смотрите. Ну, если бы мысли и мысли, но почему-то Господь отделил и поставил это немножко отдельными такими выражениями. Мысли и помышления. Дорогие друзья, помните, как-то Христос также, говоря своим ученикам, Он говорит, почему такие мысли входят в сердца? Почему не в разум? Почему сердце? Или когда мы, знаете, вот делимся с кем-то своими переживаниями, и вдруг внутри нас возникает такая тревога. Вот Он слушает меня, но сердце мне слышит. мы это чувствуем? А кто вам дал это? Вот такую мысль. Почему? И мы вдруг понимаем, что есть то внутреннее, которое принадлежит тайне. Я сегодня не стремлюсь открыть эту тайну. Наверное, это было бы неправильно. Почему? Потому что только тогда, когда мы будем с Господом, мы поймем до конца, как происходит разделение, как Слово действует, разделяя Дух, Душу и Тело во всей целости. Как оно производит? Как эта работа происходит? Знаете, кто может объяснить? Но мы понимаем, что есть внутри нас то, что является, как бы, заботит, которое отличает от тех мыслей, которые часто мы как бы имеем в своих, значит, думая своим умом, своим умом. И мы понимаем, что есть то, что внутри нас. И оно живет. И оно не живет отдельно. Вы знаете, наверное, если бы Господь хотел только, чтобы мы жили сердцем, но Он хотел дать нам и некую волю, поэтому мы сегодня разумные люди. Мы рассуждаем. И, увы, этот разум не всегда в помощь нам. Знаете, и Господь говорит о том, что однажды Он постыдит разум мудрецов. Я хочу сказать, что сегодня люди испытывают некий дефицит. Тогда, когда спорят с Богом, они всегда спорят разумом своим. Но, когда мы начинаем апеллировать к внутреннему нашему состоянию, к нашему духу или к нашему сердцу, вы знаете, человек становится осторожен. Недавно наши братья были на одной из встреч, и человек, который занимается научным, всю жизнь занимался научным атеизмом, он уже произносит те слова, которые от разума не скажешь. Он произнес примерно то, вы знаете, и мы тоже самое, и я тоже молюсь. Скажите, разум может молиться? Меня иногда спрашивают и задают такой вопрос, а как молиться? И знаете, я скажу вот что, самая лучшая молитва, это молитва от сердца. Самая лучшая. и не просто от сердца, от чистого сердца. Поэтому, помните, Давид молился и говорил, сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Вы знаете, наверное, тогда, когда Давид поступал по неким мыслям, которые приходили, а мысли, они рождаются, почему? Потому что мы видим что-то, наши глаза что-то видят, и от этого он тоже страдал, как и мы с вами страдаем. Но, вы знаете, только тогда, когда он обнаруживал, что в этот момент, согрешая, он не видит Господа, он сокрушался, он плакал, он каялся пред Богом и произнес такие слова, которые я уже повторил, сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Дорогие друзья, вы знаете, когда мы апеллируем к нашему разуму, мы часто ошибаемся, почему? Потому что действительно, в наш разум всегда вклиниваются разные мысли приходят, и бывает, и дьявол где-то подступает, и начинает где-то искушать, тревожить нас, но, вы знаете, вот мысли, вот заметьте в себе, мысли приходят, уходят, но почему-то наступает проблема тогда, когда эти мысли мы останавливаем, и они опускаются глубже, они входят в наше сердце, и мы вдруг слышим после этого, как оно стучать начинает, как оно бьется, почему? Потому что мы позволили каким-то заботам, позволили какой-то суете, позволили, может быть, каким-то мыслям войти внутрь, и мы чувствуем, приходит проблема. Поэтому, когда Христос говорил, Он говорил им то, что, может быть, многие не понимали, многие не понимали, я думаю, что вряд ли они понимали, когда были произнесены однажды, и эти слова приближаются люди устами. Что значит устами? Это значит, они могли говорить все правильно, они могли взвешенно как мыслить. Мы ведь тоже можем построить свое мышление правильно. Мы ведь тоже можем иметь, потому что мысли – это наш интеллект. Мысли – это то, что мы прочитываем, то, в чем нас воспитывают, все это в наших мыслях. Недавно я с одним человеком беседовал, он говорит, ну мысли так, но вот сердце как? Сердце. Я могу, стараясь правильно мыслить, но я вижу, что сердце мое не на покое. Дорогие друзья, как важно нам, чтобы наша внутренность, она была чистой, чтобы нам не допускать от тех мыслей, которые приходят, чтобы не допускать их, чтобы они входили, входили в сердца. Вы знаете, наверное, почему сказано так, более всего хранимого, храните сердце свое, сердце свое, потому что из него источники жизни. Дорогие друзья, слава Богу, но сердце может быть и не только источником жизни, сердце может быть и то, что может быть источником смерти. Почему Христос говорит, почему такие мысли входят в сердце, мысли, которые входят в сердце, оказывается, скверняют, делают его далеким от Бога. И помните, апостол Павел говорит, помыслите над претерпевшим над собой такое поругание. Мы стараемся мыслями, но когда мы сердце пускаем в этот, так сказать, процесс наше сердце, вы знаете, происходит нечто другое. Когда мы начинаем помышлять о бедном, что происходит? наш разум говорит, слушай, ты сейчас доиграешься, ты последний отдашь. Ты лучше не мысли, ты о себе подумай. Вы знаете, когда апеллировали Христу и говорили, послушай, да не будет с тобой этого. Помните, Христос как отреагировал? Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не то, что Божье, а что человеческое. Вы знаете, сердце это то, где может жить сам Господь. Слава Богу! Сердце это то, где может пребывать Дух Святой. Дух Святой не пребывает здесь. Когда наш разум мешает, мы молимся, на разум мешает, мы не получаем крещение Духом Святым. Разум мешает. И мы часто беседуя, говорим, уберите все лишнее, не думайте о том, что вас смущает сегодня, а просто сердцем. Сердцем. Знаете, иногда мы говорим так, впусти Господа, впусти в свое сердце. Впусти в свое сердце. А как Господа впустить в сердце? Дорогие друзья, вот для нас тоже вопрос. Знаете, одна из причин, почему иногда Господа не бывает в сердце, потому что оно нечисто. нечисто. Не может из одного источника литься сладкая и горькая вода. Не может в одном сердце быть место и добру, и злу. Вот поэтому, когда Христос пришел, Он пришел решить глобальную проблему человечества. Глобальную. Потому что в очах Божьих все человечество было мертво. Почему? Сердца были заняты. Оно по положению ничем не изменилось. Написано, мысли и помыслы их были зло. То же самое было и во время Христа. Вы знаете? Но пришло время, когда Христос уже не стал губить человека за то, что они допустили не только в разуме, но и в сердце своем зло. Но Христос пришел, чтобы освободить нас, слава Богу, чтобы родить нас, чтобы наше сердце было чистым. И вот поэтому, помните, Иезекииль произносит такие слова. Я как-то уже произносил это здесь, брал это место, но еще хочется задеть. 25 стих с 36 главы Иезекииля. С 24 даже. И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу и окроплю вас чистую водою и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. Смотрите, если бы на этом все было закончено, мы бы думали, ну вот, пришел, как это будет очищать? Где этот процесс будет происходить? В котором моем я? Где оно происходит? И вот дальше он говорит, смотрите, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать, и выполнять, и будете жить на земле, которую я дам отцам вашим. Итак, для того, чтобы совершить эту работу, Богу нужно было собрать и отделить, отделить, слава нашему Богу. Он хотел это сделать с Израилем, он сегодня это делает с церковью, поэтому церковь это отделенные святые, это дети Божьи, это отделенные от зла, слава Богу, это сделали не мы, это сделал не проповедник, не служитель, это совершил Христос, совершил на Голгофе, когда Он дал нам возможность верой принять Его, когда мы говорим открой, верой мы открываем, дорогие друзья, Христос вошел, и это было действительно для нас потрясающим, почему? Потому что, когда Христос вошел своим светом, Он озарил нашу внутренность, мы заплакали, мы сокрушились, нам стало плохо от того, что мы увидели в себе. Смотрите, холодный разум Павла, я так, может быть, отмечу это, он говорит, смотрите, оправдываясь перед своими неплеменниками, он говорит, по правде закона непорочный. Что я сделал такого? Дорогие друзья, а мы разве так не рассуждали до того, как Господь коснулся нашего сердца? Мы точно так же рассуждали. Да я неплохой в сущности, а в чем мне кается? В чем? Смотрите, как разум все портит в жизни человека, но стоило только благодати войти. Я вспоминаю одного человека, который примерно так же в такой позиции стоял, и я видел, что апеллировать к его разуму, к его мыслям невозможно. Я говорю, ну хорошо, но давай помолимся, а зачем? Я говорю, есть Господь, есть Господь, давай помолимся Ему. А что я Ему скажу? Я говорю, ты просто скажи Ему такие простые слова. Господи, войди в сердце мое. Хорошо. Мы стали молиться, Ему было сложно понять. Разум мешает всегда. Вера это не продукт разума. Вера это продукт сердца, который Господь положил в сердце именно, а не в разум. Слава Богу! И вы знаете, когда смотришь, в борьбе какой-то человек, ему надо было пересилить, ему надо было согласиться с этим. И он говорит, Господи, да войди в мое сердце. И замолчал. Я стал молиться. И увидел, как с человеком стало происходить нечто. Он вдруг побледнел, потом покраснел, потом его прорвало, и он заплакал. Самое интересное, что Бог никогда насильно не сделает это. Он сделает только тогда, когда мы попросим. Дорогие друзья, это то место, где Господь нас собрал вместе, слава Богу. Надо ценить это место. Еще раз повторяю такую мысль, надо ценить. Почему? Потому что все, что совершал Господь, Он делал ради церкви Своей. Слава Богу! Если когда-то мысль приходит, а мысли такие приходят, согрешил человек и говорит, да ну, да что, да меня сейчас вот, вот, накажут. Надо из церкви бежать. Что это? Сердце говорит? Сердце говорит? Нет. Это говорит мысли. Я стыжусь. Я думаю, что ко мне какие-то претензии будут. Но я хочу сказать, апеллируйте к сердцу своему. Сердце никогда не стремится бежать от Бога. Почему? Если оно желает чистоты, если оно желает святости, даже если согрешившее, даже если человек что-то допустил, и сердце сквернилось, нет другого места, как только церковь Божья. Слава Богу! Смотрите, мы иногда думаем, ну, помолится человек втайне, получит прощение, и все. Но, смотрите, сказано так, если имеем общение с друг другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Где? Только в общении. Только в том месте, где Господь определил быть. Возьму вас из народов и соберу вас. Дорогие друзья, когда мы собираемся, когда мы идем, когда мы стремимся в служении, скажите, кто нам в этот момент дает импульс какой-то, силы какие-то? Иди, иди, не опаздывай! Сердце говорит, не опаздывай. А разум говорит, да ничего, все равно не последнее придешь. Это разум. Разум говорит, подожди, ты еще ничего, ты еще не сделала что-то. А сердце говорит, слушай, зачем? Зачем? Я уже рвусь туда. Я уже там. А разум говорит, ничего особого не произошло. Поэтому, дорогие друзья, когда вы видите вот такую борьбу, вы всегда обращайте свое внимание на сердце. Потому что в разуме всегда стремится дьявол посеять свое. Это самое доступное для него. Но сердце, заметьте, сердце не всегда дьявол может достичь. Если мы даем возможность в разуме, значит, может это спуститься и в сердце наше. И сотворить то, что впоследствии Господь сказал, лукаво сердце человека и крайне испорчено. Дорогие друзья, то, что всегда разум может лукавить, то сердце, оно делает это только тогда, когда мы позволяем нашей совести молчать, когда мы позволяем голосу Божьему молчать. Знаете, однажды, может быть, лет 30 назад мы были на браке, и я вспомню в то время уже такой старенький служитель и он задал такой вопрос. Он говорит, молодежь, вот скажите, пожалуйста, Бог обращается ко всем или к некоторым? Вы знаете, мы такие в то время, я думаю, что это в общем-то человеку, который только-только уверовал он думает немножко по-другому, он думает, что я особенный, он думает, что вот я вот такой, он видит в себе изменения. И я услышал, что, в том числе я тоже, я говорю, нет, не ко всем, не ко всем. Он говорит, если бы Бог не обращался ко всем, тогда бы никто из нас не был здесь. Бог обращается ко всем через нашу совесть, это в первую очередь. Скажите, пожалуйста, а совесть где она? В уме? В мозгах наших? Сердце. Сердце. Поэтому дьявол и стремится испортить более всего наше сердце. Наше сердце. Дорогие друзья, это то ценное, что Господь нам дал соблюдать, хранить. То ценное, что Бог нам дал принести пред Богом. Пред Богом. И вы знаете, когда оно чистое, нам не стыдно. Нам не стыдно. Почему? Потому что написано, если осуждает нас сердце наше, то кольми пачи Бог. То есть, смотрите, Бог положил разговаривать не с нашим разумом, а с нашим сердцем. Поэтому очень важно, когда мы приходим в служение, очень важно, чтобы наше сердце было открыто. Когда оно открыто? Знаете, Давид говорит, если б я видел беззаконие, где? В сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вот когда мы говорим о закрытости или открытости, надо всегда проверять, почему сердце мое сковано, почему оно не на месте, я слышу и не слышу, почему как бы я вижу, как других касается, но я сижу, как, знаете, как мрамор, как статуя. Все проходит мимо. Почему? И вот здесь Давид проверяет и говорит, если б я видел. Дорогие друзья, надо позволить, чтобы заглянуть нам поглубже, посмотреть, Господи, в чем причина, почему благословение проходит мимо меня, почему? Я видел умирающую женщину, она сокрушалась, она верующий человек, хороший человек, очень хороший человек. Я задал ей вопрос, ей не в чем исповедаться было, и только ее глаза смотрели, смотрели в противоположный угол, где как бы незаметно сидела на кровати другая, еще более престарелая женщина, но она молчала, и мы стали молиться, Бог указал причину, почему она смотрела, так искосо смотрела на эту пожилую, там была обида, и обида была не в разуме, когда я стал говорить, я говорю, у тебя вот такое, Бог показывает, она заплакала, говорит, да, я говорю, в разуме понимаю, а сердце не отпускает, я ей сказал, я говорю, слушай, ты к Богу стремишься, но только чистым сердцем Богу Бога узрят, чистое сердце, дорогие друзья, задумывайтесь, пока Бог дает вам жизнь, задумывайтесь, пока разум верный Господь посылает, но в то же самое время, смотрите, разум верных написано у всех исполняющих Слово Его, разум всегда противится исполнению, а сердце всегда желает, сердце мое, помните, как сказано, сердце мое говорит от тебя, дорогие друзья, Бог не апеллирует сегодня к вашему разуму, Бог не апеллирует сегодня к мозгам нашим, где, как считают ученые, и находится наш разум, Бог апеллирует сегодня к нашему сердцу, слава нашему Богу. Мне бы хотелось призвать вас, помолиться, поблагодарить Господа, что Господь, во-первых, сделал все для того, чтобы освободить нас от всякой скверны. Бог освободил нас и дал нам какое сердце? Заберу сердце каменное и дам вам сердце платьяное, слава нашему Господу. Дорогие друзья, это мягкое сердце, это чистое сердце. И хочу закончить такими словами, где Иоанн произносит такие слова. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, смотрите, увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, как Он чист. С одной стороны, Бог сделал для нас все, осветил, сердце нам дал другое, дух новый дал, слава Богу, но с другой стороны, из нас ответственности не снимает. Почему? Да потому, что кто верит, кто понимает так, тот должен, написано, очищать себя. То есть, это процесс, который Господь позволил нам делать вместе с Ним. И Он это делает, и нам нужно это делать. Слава нашему Господу! Дорогие друзья, позволим же, чтобы всегда было место благодати Божьей на том месте, где Он призвал, избрал Свой народ, но и в то же самое время, давайте не ожесточать это сердце наше. Написано, ожесточитесь сердца Свои и не приняли Иисуса Христа. Поэтому, пусть Господь поможет, чтобы наше сердце смягчать самим. Бог будет в помощь нам. Пусть, может быть, вот эти слова, которые сказаны, еще раз говорю, этот пример, который приводил. Человек разумом, но как только возвал сердце, и сказал, Господи, открой мое сердце. Господь тут же вышел навстречу. Слава Господу! Сразу полилась его благодать, сразу пришло слово, сразу человек почувствовал и говорит, теперь я знаю, как, где Господь живет, где Господь. Не ищите в разуме, ищите в своем сердце, где Господь говорит к нам, да будет имя его прославлено. Аминь. Помолимся. к нам, ищите